7 октября традиционно гостеприимно, с Караваем, женская национальная сборная Беларуси начала серию товарищеских матчей с россиянками. Сегодня на Борисов арене состоялся первый эпизод этого противостояния. Пятничный вечер порадовал по-настоящему футбольной погодой, поэтому команды подошли к игре в отличном настроении и с надеждами на победу. Несмотря на товарищеский статус матча, и футболистки, и их именитые тренеры зарубились в плотный футбол. По разным причинам составы обеих сборных были ослаблены отсутствием ведущих футболисток, поэтому и Юрий Малеев, и Юрий Красножан сделали ставку на молодых и перспективных игроков. Правда, в отличие от российского тренера, наставник белорусской сборной не был так впечатлен. Чтобы сказать правильно, не особо мне понравились дебюты некоторых игроков. Тем не менее, игру сделали опытные и мастеровитые футболистки. Алена Рукина открыла счет в середине первого тайма красивым обводящим ударом в дальний угол. Хотя и у белорусок был шикарный момент для взятия ворот. Анна Пилипенко упустила верный шанс сравнять счет. Вратарь гостей не сплоховала. 1-0. И команды отправились на перерыв. Непростая игра. Игра равных команд. И мне понравилась сборная Белоруссии, особенно во втором тайме тоже. И действительно, замены во втором тайме слегка замедлили темп игры, да и без того влажное и вязкое поле Борисовского стадиона не способствовало комбинациям на высоких скоростях. Имело ли это решающее значение? Это повлияло совсем минимально, потому что у большинства девочек бутсы специально мы подбирали под натуральное поле, но даже несмотря на это, те, у кого были железные длинные шипы, все равно пришлось поездить. Конечно, немного повлияло, но не масштабно. Тем не менее, подобечные известного по своей работе в РПЛ тренера Юрия Красножана владели солидным преимуществом. Белорусские же старались найти ключи к воротам россиянок в острых контратаках. Но все попытки наших девчонок сравнять счет разбивались о стену российской обороны во главе с их капитаном Анной Беломыцевой. Если сказать, кто мне понравился, я могу сказать, это Беломыцева определенно один из лучших игроков Европы в этой позиции. Сама же Анна описала события второго тайма так. Я думаю, за счет индивидуальных качеств наших игроков смогли реализовать свои моменты. Ну и тренерская установка, и по игре разные варианты у нас были и прессинговать, и чуть отходить. Концовка игры прошла в штрафной площади белорусок, как бы ни старался докричаться до подопечных Юрий Малеев. И на последних минутах матча россиянки поставили точку в этом противостоянии. Алена Рукина красивейшим подстать своей внешности ударом в девятку оформила дубль и установила окончательный счет 2-0. Но нашим футболисткам отчаиваться не стоит. Возможность взять реванш им предоставится уже в понедельник на Минском стадионе «Трактор». В принципе, все было здорово, но в каких-то моментах нам не хватало хладнокровия, в каких-то моментах нам, наоборот, не хватало какого-то огня. Мне кажется, нужно найти этот идеальный баланс, и тогда у нас все получится. И мы верим, что Юрий Малеев удивит своего визави и подготовит немало сюрпризов для соперников. Конечно, мы будем стараться, конечно, мы будем стараться победить. Соответственно, естественно, кое-какие перестановки будут в составе. Даже и сегодня они были, если вы заметили. Поэтому будем стараться сделать все, чтобы провести намного лучше игру, чем эту. Продолжение следует...